Или что-нибудь? Дайте листочек. Нет, это опасно. Наш проект он промзачен для ощущения очень актуальной и испытанной на себе многие другие проблемы перемещения по городу, где есть увеличенные возможности. Потому что даже улицы тоже бывают недоступны. И проводить артежные маршруты бывают трудны. В связи с этим мы продемонстрируемый сервис, который будет прокладывать маршруты и объяснить еще множество с учетом тех недоступных участков, которые могут прожить в них по пути. Учитываем проходимость пешеходных зон, зон дороги и автобус. Автобусы в 6.15. В проекте использованы открытые данные. Это данные OpenStreetLabs, данные Кратилы Петербурга о нарушениях на татуарах и данные проекта Росдоступ тоже о проблемах, которые стоят на сегодняшний везде, с сегодняшнего власти. Что вы хотели получить? Это в работающий сервис. Человеку по адресу должен был написан, как, ну, как любое новинственное приложение, получить маршрут, но только с учетом его требований. Вот этот маршрут довольно эффективный, и, ну, естественно, человек должен понимать, где он сам находится. Что на данный момент у нас есть и работает. Это загрузка данных к географических областей МАПС, загрузка недоступных мест, которые надо избегать из Красиво-Петербурга и проект Росдоступ. Также данные изображаются пользователем непосредственно из веб-приложения. И из технических моментов ответить на реализацию тревогов значений как бы расчетного значения. Так это был самый долгий. И расчет патеринального пути, естественно, который мы производили самостоятельно. Расчет патеринального пути, это мы сами построили навигацию, то есть эти графы мы строили сами. Вот Дмитрий Павел сегодня всю ночь. Эта навигация именно наша. Мы не боимся ничьей сторонней навигацией и все рассчитываем, исходя из накладывания на карту и расчета. Конечно, успеем. По развитию проекта мы, соответственно, будем расширять интегрированные сервисы, которые есть данные о недоступности и улучшением выборки, потому что сейчас данные в Красивом-Петербурге не все является барьером, то есть нам надо получше ранжировать оттуда барьеры, чтобы более точно указывать эти точки. В принципе, первую штуку мы уже вытащили. То есть, когда спик научились, тебе надо просто поточнее инкартировать. И теперь мы покажем, как эта штука работает. Соответственно, вот это экран, экран обычной версии, но мобильной, соответственно, просто масштабируем. То есть, задаются две точки, они могут задаваться как адресом, ну, вручную выбивается, и он возвращает координату, так и просто кликанием, соответственно, в две области карты. Вот он выдает путь. Соответственно, этот путь, то есть, зеленый показанный это удобный путь, черный это неудобный. Соответственно, весовый коэффициент здесь, ну, пользователи сможете бы сам определять, либо ему будет объяснено, что ну, просто неудобный путь, это плохая дорога. Ну, тут через двор капеллы. Соответственно, двор капеллы мы считаем, ну, хорошей дорогой, красивой, но может быть не очень удобной для колясочника. Далее идем по портуарам. Соответственно, туда даже проходим, и дорожки там в саду проходим, и мы попадаем на садовую. Соответственно, плюс еще, мы не получили ответ от городских транспортников и автобусов, но мы запустили свой тестовый маршрут, ну, как бы, сказали ему, что он существует, по Невскому. То есть, соответственно, поэтому при прокладке маршрута, там, ну, Гима сейчас покажет, по, ну, вблизи Невского, он с большой долей вероятности выдаст использование, соответственно, ну, здесь он получил от остановки до остановки, он просто голубым нарисовал. Потому что у каждого пути есть свой цвет, и, соответственно, пользователь, когда получает результат, он видит, что голубой путь, это автобус, потом надо пройти пешком зеленым, пройти черным. Он говорит, черным я ходить не умею. он ставит там динар, ну, запретить, и делает перерасчет. Вот это все таким образом, то есть вносит свою собственную точку недоступности. Ну, соответственно, по центру они, она везде, эта штука бегает, вот видите, строит. Допустим, вот здесь, видите, зеленый, хороший маршрут, потом автобусом, потом неудобный маршрут, дальше, до, там, до конца. Идеально, да? Все. Аплодируем. Да, и можно рассказать, вот, я прошу прощения, это уже, я просто отвечаю, я предвкушаю вопрос, отвечаю, значит, что да, можно ставить свои точки. Любой пользователь, не обязательно человек с ограниченными возможностями, берет телефон, идет, видит препятствия и говорит о проблеме. То есть, так же, как в России в Петербурге, да, если он зарегистрирован, так же он может и отмечать, что эта штука недоступна для инвалида, и, соответственно, именно таким образом мы будем расширять геолокацию. То есть, мы договорились уже с организациями молодежными, соответственно, у нас есть несколько сотен человек, которые пройдут, у них есть карта, они пойдут просто по Питеру и вобьют базу центра и основных мест, ну, входит тот интерес. Окей, спасибо. Члены жилья вопроса, давайте, Александр. Я правильно понимаю, что у вас, в качестве производственного результатов, будет граф этих самых путей. Отвечай, Дмитрий. Граф путей, он уже попаршен из OpenStreetMap, соответственно, расставлены весовые коэффициенты на основе того, пешеходный это маршрут, не пешеходный, вставлены препятствия, и граф на графе наним. То есть, улучшенный граф OpenStreetMap. Да, да, соответственно, мы готовы его отдавать, да? Ну, точно так же, как открытые данные. Ну, конечно. Ну, смотрите, OpenStreetMap, он предоставляет уже на XML, мы переводим это в граф, и на нем ищем соответственно... Вы дорабатываете данные, да? Ну да, дорабатываем. Вы готовы отдавать доработанные данные, как открытые данные? Да, конечно. Безусловно. Спасибо. Еще вопросы, член. Да, сразу несколько вопросов. Давайте... Первое, это вот вы говорите, можно заявлять о том, что там есть непроходимое место, оно только в вашей базе остается, или вы рассматриваете... Отличный вопрос. Вот там вот слайды, просто мы быстро прощелкивали, там был путь интеграция с другими сервисами. То есть, то же самое можно договориться с Красивым Петербургом. Спасибо, спасибо. Дальше следующий вопрос. Какие типы нарушений из базы Красивого Петербурга вы подтягивали? Мы подтянули пока только тротуары, да, если не ошибаюсь? Препятствиям тротуара. Это специальная категория, касающаяся пандусов. Не-не, ну понятно, есть пандусы, пандусы розы, там они... Мы просто взяли тротуары, и пока считаем, что любое препятствие является непроходимым. Хотя это не так, на самом деле. Вот. Ну, это уже вопрос качества импорта, то есть, надо немножко потюнить каким, что является непроходимым, даже является проблемой. Каким образом вы эти данные считаете? Ну, ну просто. В парсере у вас. Просто есть API, если что ли? А? Ну ладно, уж некогда было, давай. Спасибо вам. Еще вопрос за членом Шимуа. Мы еще так стянули уже. Короткий вопрос. Что вы сказали уже до этих выходных? Вот, ключевой момент. У нас был винчестер с Ubuntu с утра, и все, больше ничего не было. Мы пришли с чистым винчестером. Все с нуля писали, или в основном брали какие-то опенсорные? Ничего не было. Я в 59-м году разработал DX. Спасибо. У меня был вопрос. Спасибо. Дальше. Сейчас все, быстро, короткий вопрос. Быстро или можно? Вы можете дефицировать построение маршрута, в зависимости от категории, скажем так? Да, тяжести, тяжести. Да, совершенно верно. Соответственно, для этого нужно проградировать препятствия. То есть, у каждого есть сложные препятствия, и человек просто на шкале, на эквалайзере, ну, соответственно, ставит сложность. Потому что есть же слепые, есть... Почему я спрашиваю? У нас есть проект простреливания. Занимаются устройством искусственного зрения для слепых людей. Да, да, да. Соответственно, сюда можно подключать. Вообще говоря, понятно, если мы проигнорируем все препятствия, которые здесь есть, скажем, что мы можем все преодолеть, то мы фактически получим просто мэддинг, как у Гугла, с учетом просто движения автобусов по временам. Мы знаем, в какую минуту он приходит на какую остановку. Ну, соответственно, мы сделаем то же самое, что и Гугл, но просто за один день. Ну, ничего. Спасибо. Еще... Вот так и есть, ребят. Вы сказали, что нет данных по автобусам с низким полом. Эти данные есть на портале, конечно, транспорта. Да. И данные машины с низким полом. Конечно, есть. Спасибо, спасибо. Леша, другому. Короткий вопрос. Планируете ли вы сотрудничать с метро на всех? Да. Потому что у нас там в презентации стояло метро. Спасибо. Мы не успеем просто про это рассказать. Все? Конечно. Тогда давайте следующий проект. Просто будет там... А...